Ну что, девочки, конечно же, я не смогла ходить с однородным цветом волос, потому что мне всегда надоедает однородный цвет, и я решила нижние части осветлить методом, ну как бы, не штопки, короче, начёсом. Вот, потому что у меня давно-давно стоит краска, которую я покупала в Санкт-Петербурге. Вот так она выглядит, я её покупала в подружке. Там различные есть расцветки, я читала отзывы, мне понравился цвет, это сильвер, это у нас называется серебряная пыль. Отзывы на неё только на цветную, потому что там есть фиолетовые цвета, зелёные, салатовые, серые такие, тёмные, красные, прям ярко-таки фиолетово-розовые. Вот так выглядит, я думаю, многие, кто была в подружке, те видели эту краску, и меня, конечно же, она тоже заинтересовала. И я, конечно же, её тогда купила, стоила она бюджетно. Значит, по раскладке здесь вот так выглядит раскладка. То есть, видите, сейчас у меня цвет вот такой и такой, должен получиться вот такой. Написано, что если вы хотите лёгкий оттенок, то держать нужно где-то 5-7 минут. Если вы хотите жёсткий такой, то до 30 минут. Вот, краска, это даже не краска, а крем окрашивающий, ноль аммиака и ноль оксидента. То есть, просто вот такой тюбик железный, так, железный тюбик, в котором находится сам красящий крем. То есть, нужно наносить конкретно крем. Значит, сейчас я, вот, методом начёса, то есть, разные у меня получаются пряди, ни одной длины осветлила. А вот так вот делала начёс и наносила уже попрядно под фольгу. И здесь то же самое. Вот. То есть, сделала небольшое расцветление. Так как здесь у меня светлое, я хочу здесь попробовать краску, потому что, что она лежит, уже жалко её тоже срок годности выйдет. Ну, вот, видите, какой красивый цвет на картинке. Так, фокус. Вот, какой красивый цвет. И, надеюсь, у меня получится такой. В отзывах нету именно про этот цвет. Одеваю вот такие перчатки. Буду наносить руками всё. Написано, что нужно наносить этот крем на волосы, подсушенные полотенцем. То есть, влажные, подсушенные полотенцем волосы. Что, собственно говоря, и сделала. Не забывайте, кто осветляет волосы порошком, так как у меня это осветленный порошком волосы, обязательно потом проходимся шампунем глубокой очистки, чтобы остановить реакцию. Иначе волосы будут потом желтеть. Так, тюбик запаян. Сейчас так его продавлю. И смотрим, как выглядит сам состав. То есть, вот. Он, видите, какого цвета выползает. То есть, он такой нежно-нежно-фиолетовый. Я бы сказала, к такому больше синему. Ну, в принципе, синий, а рыжину убирает. То есть, фиолетовый идёт на светлую базу. То есть, как бы жёлтый. Оранжевый фиолетний. Ярко-оранжевую ржавчину фиолет не уберёт. А синий именно убирает... Вот, видите, какой цвет. Синюю именно убирает ржавчину. Так, ну что. Буду наносить. Посмотрим. По запаху. Пахнет, знаете, какими-то травками, если честно. Я наношу на все волосы и захожу на ранее окрашенные, чтобы они у меня тоже немножко протонировались. Я думаю, у меня весь тюбик уйдёт. И я буду держать... Ну, где-то полчаса, наверное. Потом я вам покажу, какой цвет получился. Потому что всё равно, я думаю, хуже не будет. А вымоется он... Даже не знаю, когда он вымоется. Так. Вот он, видите, сразу рыжину убирает. То есть, мы можем сравнить, какие были волосы. И он прям сразу, видите, рыжину тонирует. В более холодный цвет. Так. Теперь сюда добавим. Так, здесь, наверное, надо попрядно. Знаете, на все руки от скуки. Потому что, в принципе, у меня порошка нету. У меня оставалось там чуть-чуть уже, знаете, она уже от водички паста начала затвердевать. И я думаю, что... Что она, как говорится, пропадает. Возьму-ка я сделаю себя красивой. Чего и вам, девочки, желаю. Вот. Надо экспериментировать. Тем более лето. Так. Главное, чтобы все волосы промочились. Так. Что я вижу? Видите, она сразу... То есть, вот эта светлая прядка, она как бы сейчас такая прям серая-серая. Я бы даже сказала, с голуба. И сразу рыжину тонирует. Так. Давайте. Я думаю, крем я использую весь. Не хочу даже оставлять еще разок. Потому что, я думаю, он больше мне не пригодится. Я лучше дольше это подержу. Главное, чтобы не было потом зелени. Даже если потом будет зелень, мы ее затонируем. Потому что все равно краска лежит. Нам не жалко краску. Что лежит, пропадает. Потому что все равно даже в закрытых тюбиках, тем более, без оксидента, у них портятся составы, мне кажется. Тюбик вот до сих пор выползает. Сам выползает. Он не хочет сидеть в тюбике. Поэтому. Так. Сейчас я сзади пройдусь. И снова буду распределять. Здесь запах, знаете, какой? Медицинский. Какого-то бальзама такого. В общем, какого-то бальзамчика. Здесь уже практически не осталось рыжины. Посмотрите, видите? Стал такой бежевый. Когда вы тонируете, всегда смотрите не вот так вот, а вот так распределяйте волосы и смотрите конкретно уже, что творится внутри. Потому что иногда может показаться, что все хорошо. Но когда вы вот так туда волосы пролезете, у вас там будет не очень все хорошо. И это нужно учесть. Многие девчонки смотрят или по порошкам, когда красятся, думают, о, сверху беленькая. И идут смывать. А там на самом деле рыжина рыжиной. Потому что сверху белая, а во внутрь еще ничего не попало. Так. Так распределяем волосы. Вот видите, какой цвет уже. Здесь был ярко-ярко-рыжий. Сейчас вот такой. Так. Теперь еще здесь. Так. На эти тоже наношу. Прям хорошо промазывайте волосики, чтобы у вас были все волосики. Так. Я думаю, тут нормально. И тут сейчас зайдем наверх. Так. Так. Но тюбик еще не закончился. А я, в принципе, мне уже хватило. Бальзамчика. Так что я думаю, оставим ему бальзамчик в тюбике еще на разок. Вдруг нам понравится какой цвет. Так что оставим. Так. Там тоже сзади все пройдемся. Так. И я делаю так. То есть, когда я наношу такие средства, я вот так в гулечку делаю. Ну, здесь не буду в гульку делать, но вообще я делаю в гульку. И в эту же перчатку заматываю. А здесь я не буду, потому что мне нужно смотреть, какой цвет будет. Так. Ну, сейчас какой цвет? Даже не знаю. Голубоватый. Так. Все, перчатки идут в утиль, конечно же. Бальзамчиково тут еще осталось. Ну, наверное, на челку. Мало ли что понадобится. Так. И меня девочки спрашивали по поводу нарощенных ресниц, как я отношусь к нарощенным ресницам. К ресницам я нарощенным отношусь хорошо. Главное, чтобы их правильно делали. Я не люблю вот эти тонкие ресницы, такие, знаете, которые мягкие. Мне не нравятся. Я люблю лучше поменьше, но толстые. Я сама в свое время себе наращивала. У меня был и клей. Сейчас есть клей, сейчас есть ресницы. Возможно, вам покажу, какие в баночках я покупала. Большие такие толстые. Ресницы у меня изгиб, по-моему, D или C. Я уже не помню. Но покажу, достану. Там целый мешочек. И все у меня есть для наращивания ресниц. Единственное, клей нету и ремовера. Потому что, когда снимаешь, я предпочитала гелевый ремовер. То есть, вы наносите гелевый такой. Как гель, только то, как сказать. Как крем, только прозрачный. Да, как крем для глаз. Гелевый. Вы наносите на ресницы, и все, у вас ресницы отваливаются спустя какое-то время сами. Главное, не открывать глаза. Но они сейчас очень дорогие, такие гелевые ремоверы. Но их надолго хватает. Конечно, когда ты сам себе наращиваешь, то как бы неоправданная цена на этот гель. Потому что маленькая-маленькая баночка стоит где-то тысячу-полторы. Ну, по крайней мере, качественные, которые не портят глаза. И получается, когда ты наращиваешь ресницы, то есть, ну, как бы ресниц тебе хватает на месяц, плюс-минус. И ремовером, как бы, пользоваться каждый раз это тоже не есть хорошо. Девочки спрашивали, как я избавилась от боли в спине. Не сказать, что я прям совсем избавилась, но в этот раз мне помогло, как и в предыдущий раз, как и в предыдущий раз. Это, конечно же, пластыри. Я вам уже сказала, что от нано-пластырей у меня произошёл ожог. А до этого я всегда пользовалась именно перцовыми пластырями, но определённой фирмой. И вот фирма вот такая. То есть, не нашими такими обычными дешёвыми пластырями, которые везде в Ашане продаются. Эти тоже, кстати, в Ашане продаются. По-моему, стоят около 40 рублей или 30. Но в своё время они были дорогие. То есть, когда они только появились... Так, это у нас кто производитель? Сейчас я посмотрю. Великобритания, да. И когда они только начали завозиться к нам, по крайней мере, в нашей аптеке, они стоили 100 с чем-то рублей. Потом 90 с чем-то. Потом 60 я нашла уже. И сейчас они продаются в Ашане. Вот такая фирма. Очень хорошая. Там, знаете, такая основа. Он постепенно-постепенно греет, и не остаётся клей на коже. То есть, если, допустим, такие дешёвые пластыри, остаётся клей на коже, потом всё начинает прилипать, и он ещё плохо снимается, он ещё ёрзает по спине, если спина спотеет, то с этими пластырями ничего такого не происходит. Классные пластыри, девчонки, от души прям рекомендую. Мазюка ещё у меня есть для спины. Это мазь кавказский целитель, морозник кавказский. Вот так. В общем, я оставлю вам ссылку на Валбересе. Брала тоже согревающая, хорошая мазюка. Такая баночка, видите, тёмная. Хорошая разогревающая мазь. Очень вкусно, так приятно пахнет. Имеет такую маслянистую консистенцию. Вы наносите там, где у вас болит, она постепенно-постепенно разогревает. Может быть, там какие-то такие свойства, вещества, которые обезболивают, не знаю. И крем, при тем, как его купить, я прочитала просто тысячу, наверное, отзывов. И все положительно. Это долгит. И стоит он довольно-таки небюджетно. Нужно ещё найти аптеку. Вот так вот долгит. И как бы это конкретно мазь с эбупрофеном. То есть, мы знаем, что эбупрофен, он обезболивает. Оказывает местно обезболивающее противовоспалительное действие. То есть, вы тоже его наносите маленько, на спину как бы растираете, он так немножко обволакивает. Тоже имеет такую консистенцию, липковатую, когда наносите на спину. Нужно растереть, он как бы согревает, и потом постепенно-постепенно боль уходит. Я всё это делаю на ночь. Я на работу не хожу ни с пластырем, ни с мазюками, потому что всё равно тело потеет, пыль летит, и ничего хорошего из этого не выйдет. На ночь вышли из ванны, как правило, на верхушку прилепляю пластырь, а на низ как бы мажу какую-нибудь мазюку, и всё, и просто вот так ложусь, трупиком упало, и всё, и лежу. И потому что, когда начинается вот это вот потепление тела, вам просто сразу закрываются глазки, глазки закрываются, и всё. И вы просыпаетесь только утром, и даже не помните, спали вы или нет вообще. Так что, девочки, обязательно пластырь перцовывают, вот у кого болит спина. Я, кстати, даже на ноги лепила его, потому что у меня плоскостопие в последней степени, и бывают такие моменты, что прям ноют, ноет вот эта подушка, то есть нога вот так как-то лежит, вот эти подушки, если мне неудобная обувь, я её стираю, прям в кровь. Мне вот эта подушка как бы неудобная. Я иногда пластырь леплю именно вот на ногу, разрезаю на несколько частей, и вот сюда леплю, сюда, они как бы тоже на ночь согревают, согревают, и потом вот это тепло, такое, знаете, пощипывание, такое ощущение, как будто у вас по ногам расползается что-то, где-то 2-3 дня держится, реально. Как бы чувство не описать, но потом, как бы вот эта подошва у меня не болит, достаточно долго, наверное. Так что вот такие все секреты рассказала, что у нас тут тонируется. Так, ну, всё тонируется, могу сказать. Пойду мыться, и уже там как раз будет где-то минут 10-15, и буду смывать, и вам потом покажу, когда выйду, что из этого получилось. Так, ну что, результат теста. Я уже нанесла маску из FixPrice, чёрную маску, плёнку, и что могу сказать? Держала я 40 минут, представляете? 40 минут – это много. То есть здесь написано максимум 30 минут для интенсивного цвета. И что? Смотрим. Ничего. Чуть-чуть приглушился цвет. Видите, он был как бы слег... Ну, ярко-рыжий, я думаю, вы все помните, был ярко-рыжий, и стал как бы вот такой просто приглушённый. В принципе, результат нормальный, если учесть, что здесь нет оксидента, и просто это какой-то красящий бальзам. В общем, как тонирующая маска. И здесь тоже. То есть, опять же, это мокрые волосы, но сухие будут гораздо светлее. Вот. Но тонировать всё равно краской нужно. Я пока не решила, какой. Хожу-хожу, зашла в Магнит Косметик. То есть, осветлить-то кончики давно планировала? Вот. Зашла в Магнит Косметик. Там скидки хорошие. Зашла в Супер Мак. Ничего не цепляется в глаза. Знаете, хочу попробовать феерию краска. По-моему, феерия называется Шварцкоп. Там такие классные вообще краски. Вставлю фотографии, может быть, кто не видел. У нас её никогда не было, и только сейчас стали появляться, потому что я ещё года три, наверное, или четыре назад смотрел американских блогеров. Они красились там, девчонки. И цвета вообще шикарные получались. Какие-то пепельные. Но, опять же, нужно подобрать, потому что если я сейчас покрашусь, допустим, любой краской, где есть пепел, то есть единичка, будет зелёный цвет. Потому что это уже проверено давно. Я брала Вэлловскую краску, хорошую такую где-то за 300 рублей по скидкам даже она была. Забыла такая. В общем, везде она есть. И как бы 8-1 я брала, и зелень вышла. То есть конкретная такая, знаете, болотная зелень вышла. Поэтому пока похожу так. Я надеюсь, вас не смущает такие мои кончики. То есть они стали гораздо светлее. Пока не решила. Просто хочу как бы... То есть всё равно, чтобы они были посветлее. Не такие белые, но как бы, чтобы они были потемнее, но с холодным таким оттенком. В общем, как решу, конечно же, вам всё покажу. Так что вот такой результат. Не советую вот эту штуку. Вообще, абсолютно не получился цвет. Хотя заявлен, вот, видите какой. А у меня был такой, и между этим, и этим. И должен получиться холодный, вот такой. Но в итоге абсолютно ничего не получилось. Так что, девчонки, не тратьте свои деньги, не тратьте свои нервы, время. Эта штука не работает. Может быть, на сильно выбеленных волосах, конечно же, она даст эффект. И, конечно же, читайте. Всё вот за веках. Там фотографии прикладывают девчонки. Но там только яркие цвета. Такого цвета я не нашла. Так что влог продолжается. Так, девочки, кто спрашивал про ресницы, хочу, значит, вам показать то, что у меня осталось. Хранилось вот в такой косметичке. Сейчас мы всё выкинем. И я сейчас вам покажу. И, наверное, вообще всё выкину. Потому что самому себе уже неохота делать. Это раз. Во-вторых, это очень геморройно делать самому себе. И, в-третьих, не угадаешь, как бы, с клеем. Значит, смотрите. Вот такой клей я брала на Алиэкспресс. Так, фокусируйся. Сейчас, фокус. Вот такой клей брала на Алиэкспресс. Первый мне приходил хороший. То есть, я им хорошо приклеивала ресницы. Они держались около месяца. Всё с ним хорошо. Снимается ремувером хорошо. Второй я заказала. То есть, он вот в такой бутылочке. Точнее, в коробочке. Вот такой. То есть, у него скорость сцепления 3-4 секунды. То есть, моментально склеивает. Пришёл абсолютно сухой. И поэтому, как бы, не угадаешь. То есть, брать в магазине только если за 1000 рублей. Вот, я его протыкиваю. Он абсолютно сухой, как камень там. Очень жалко, конечно. Касаемо ещё смолы. Вот такая неплохая смола от Мираж. Мираж у них есть и ресницы. И вот смола для наращивания ресниц. Тоже неплохая. Наподобие, знаете, как суперклей. Щипет глаза, потому что есть смолы, которые приклеивают клей для ресниц. Есть, которые щипят глаза, когда вы открываете глаз. Есть, которые нет. Тоже неплохая, но щипет глаза. Атериск очень хороший клей. Он не щипет глаза. Я раньше его всегда покупал, но у нас в Новосибирске сложно найти и риск. Так, дальше пошли. Вот такой обезжириватель у меня. Вот такой от Lidon. Lidon. Так. Будет фокусировка сегодня? Нет. Вот от Lidon. Вот такой обезжириватель. Очень хороший. Мне нравится. Я его брала два раза. То есть, очень достойный обезжириватель. У них ещё есть вот такой клей. Тоже Lidon. Тоже неплохой. И с цепкостью. Гораздо только дольше. Где-то, наверное, 5-6 секунд. Нужно ещё иметь веер, чтобы реснички просушить. И после просушки тоже запаха нет. И когда открываете вы глаз, как бы ничего, как сказать, слёзы не выделяются. Так. Ещё вот такая у меня есть смола. Вот такая. Это тоже я заказывал на Алиэкспресс. По-моему, она ещё нормальная. Тоже хорошо цепляет ресницы. Причём цепкость, наверное, где-то 3-4 секунды. И очень-очень чёрная. Она вот видно, да, через бутыльок. И как бы пахнет вообще настолько суперклеем. Прям вот реально прям суперклей. Так. Касаемо клея всё закончили. Теперь нужно, прежде чем вы хотите наклеивать себе ресницы, конечно же, вам нужны пинцеты. Я покупала вот такие профессиональные пинцеты у меня. Так. Ветус. И вот такой. Ну, то есть, это набор. Значит, вот такой полукруглый пинцет. И прямой. Прямой, чтобы хватать. И вот такой полукруглый, чтобы как бы насаживать реснички кому-то. Я сама себе делала прямыми всегда пинцетами. Мне это более удобно и более как бы... Ну, мне удобно. Пока я не купила вот такие ресницы, у меня был вот такой обычный медицинский. Я его брала из швейного цеха. Он тоже, видите, полукруглый, тоже весь в клею. Потому что вот эта смола, она когда залипает, высыхает, её очень сложно снять. Практически невозможно. Вот тоже какие-нибудь обезжириватели, ремоверами. Вот такой пинцет. Если у вас нету как бы профессионального, то можете обычным для начала попробовать научиться клеить обычным полукруглым. И вот такая щёточка, конечно же, нужна. У меня тоже из профессионального магазина. У нас здесь где-то был Новосибирский профессиональный магазин для ресниц. Касаемо ресниц. Вот такая ещё штука у меня тут есть, так всё падает. У меня это целая упаковка. Это Старс, Колор. Вот такие штуки, которые наклеиваются для нижних ресниц, чтобы не прилипали нижние ресницы. То есть это целая упаковка. Мне она не пригодилась. Касаемо ресниц для наращивания. Есть вот такие ресницы. Это Элька, самый большой. То есть это там вот в этих ресничках несколько получается ресничек. То есть это как пучок, но он не является пучком, а это как идёт как одноразовая такая ресничка. Они очень мягкие такие, они хорошо держат форму, они хорошо наращиваются, и для уголков очень подходят, чтобы выделить глаз. Есть вот такие реснички, которые многие наращивают. Тоже мягкие. Такие мягкие, они, знаете, такие интересные. У меня одного размера они, чёрные брала. Вот так, так. Фокусируйся вот так. Вот. Они прям такие пушистые-пушистые. Вот. Но по одной ресничке самому себе именно вот эти ресницы клеить, вы, как говорится, замучаетесь вообще просто. Замучаетесь, и будет очень тяжело. Так. Затем я покупала вот такие ресницы в баночках. Это у нас 12 миллиметров, 8 миллиметров у меня. Вот такая у меня дешёвая баночка есть. Здесь, знаете, целый хвостик. Вот. Видите, как ресницы, они в баночках. Так выглядят. И 10 миллиметров. Значит, вот это одна марка, вот это другая. Кто увидит, вот в таких баночках очень хорошие ресницы. Прям вот супер. То есть, это вот, когда я брала, это были самые дорогие, именно вот в таких баночках реснички. И они, знаете, прям вот, вот видите, прям вот реснички-реснички. Вот. По одной брать. Они очень хорошо держат форму, смотря какой у вас есть сгиб. И как бы, ну, по-моему, у меня это D. Сейчас я не знаю, посмотрю. А нет, S. Вот S. S на этих непонятно. И вот эти, во-первых, баночка такая красивая, во-вторых, ресницы самые качественные, как бы они плотненькие такие, и очень хорошие. А вот эти круглые, они идут вот в таких упаковочках. Так что, кто увидит, можете тоже попробовать. Они стоят очень бюджетно. Вот эта баночка стоила, я не помню сколько, около 350 рублей, наверное, 400. Здесь, несмотря, видите, здесь их не очень много. То есть, если этим заниматься, они уйдут у вас быстро. Здесь же побольше, наверное, раза в три, чем вот здесь. И вот в таких дешевых, то есть, здесь вообще много ресниц, но они более тонкие. То есть, вот эти самые классные, они толстые, и они хорошо держат форму, хороший изгиб, вообще вот эти самые классные. Так что, вот, показала вам весь свой набор. Наверное, сейчас половину повыкидываю. Еще хотел вам показать, наконец-то мне пришли мои реснички с Алиэкспресс. Девочки, всем рекомендую именно вот эти уголки. То есть, они, во-первых, хорошо крепятся, во-вторых, они такие мягкие, вы знаете, они прям не будут вообще отличаться от ваших ресничек. Очень мягкие, очень качественные, и стоят вообще копейки. Наверное, сейчас, ну, по скидкам можно за 60 рублей урвать вот такую упаковочку. Здесь 10 пар, и вот так она выглядит. Уголки бывают разные, есть пышные, есть нет. У меня это номер какой? А37, но я думаю, это не влияет на номер. Как бы вообще без проблем. Но вот это самые лучшие ресницы, я оставлю на них вам ссылочку. Хотел вам показать еще чай, который заказывал на Велборис. Это у нас банановый лун. Вот так выглядит состав. Посмотрите. Зеленый китайский чай, банан, натуральное ароматическое масло. Боже, какой он вкусный, вы не представляете. Зеленый чай с кусочками банана. Вот. Просто вообще божественный. И вот такой. То есть, я сначала думала, ну, здесь вообще мало, думаю, что такой маленький пакетик. Надо совсем чуть-чуть, и прям там большие такие листья зеленого чая по чайнику просто на весь чайник получается. Вообще, что-то с чем-то. И вот такое мыло взяла в фикс прайсе. Я не видела до этого такое мыло. Кофейное, написано туалетное мыло со скрабирующим эффектом. То есть, здесь какие-то крупинки, видимо, скрабирующие в мыле есть от кофе. Но я пока не увидела. Ну, в общем, по отзывам на Дзене прочитала, что неплохое мыло. Кто брал, девочки, из фикс прайсе такое мыло, напишите мне, понравилось оно вам или нет. Еще, знаете, хотела вам показать. Была на даче и нашла космополитен. Посмотрите, за какой год. фокусировка за сентябрь 2010. Вот это, я понимаю, было космопольно. Посмотрите, только какая толщина и вообще просто супер. Здесь, во-первых, все интересно было. Столько всего написано. Сейчас же одна реклама. Я вот взяла его, чтобы перелистать, посмотреть, какие прически были тогда, какие макияжи, вообще, что кто носил и о чем писали. Но сейчас это невозможно. Просто, если, допустим, раньше была рекламка, да, вот та, допустим, полстранички рекламки, пол чего-то написано. Сейчас реклама на несколько страниц подряд. Вот это моя любимая модель. Я вам уже про нее говорила. Мэйблин, которая все время рекламирует. Потрясающая, красивая девушка. Вот. И просто вообще журнал. Я понимаю, можно им убить этим журналом. Но просто супер вообще. А сейчас что это такое за корочка? Причем половина вот так рекламы. Тут несколько страничек написано. Еще я помню, в этих журналах была каша, откроешь там какие-нибудь духи, тональный крем, каша, помада. Все вываливалось из таких журналов. Вообще, классный шампунь, говорю. Классный журнал. Вообще, ни разу не пожалела, что еще нашла еще несколько номеров. Там лежит, надо тоже пересмотреть. Девчонки, смотрите, лазил на сайте Велборис, и тут появилась косметика Миксит. Практически весь ассортимент Миксит появился. Но это, ладно, я как бы ни разу ничего не пробовала из Миксит, и, ну, и я считаю, что цены немножко завышены, это раз. Во-вторых, конкретно на Велборис завышена цена. То есть, вот это минус 17%, это как бы, ну, скидка. Это раз. Листаю, я листаю, значит, бах, и мне попадается тут зубная паста. Значит, цена на зубную пасту 2500, и как бы 17% скидка. Ну, думаю, за 2500, наверное, хорошая зубная паста, может быть, кто-то из вас пользовался, обязательно мне тоже напишите. листаю дальше, ну, то есть, фирма эта же, я так понимаю, марка такая же, только это черный тюбик, это белый тюбик, и цена зубной пасты, внимательно смотрим, 17000. За 17000, мне кажется, зубная паста должна еще и пломбировать зубы при малейших каких-то дырочках. Я просто вообще в шоке. Первый раз я вижу такую зубную пасту, даже и не знаю. Гасаемо Миксит, может быть, кто-то использовался из вас чем-то. Напишите мне, что конкретно стоит попробовать. Прям, ну, я вот пролистала, как бы, ничего такого я не увидела. Прям сверхъестественного, и я смотрела отзывы, обзоры, как бы, не очень-то и хорошая продукция, кто-то хвалит, кто-то нет. Захожу всегда в новинки. Если я на сайте Вэлл Борис зашла, то я всегда в новинках. Вот практически весь Миксит есть. Зубная паста меня, конечно же, убила просто. Ну, представляете, что захожу опять на Вэлл Борис, книгу просто ищу, и мне в новинках высвечивается Фокалюр. Фокалюр появился на сайте Вэлл Борис. Конечно, цены очень завышены. Вот эти известные, все время хотела их попробовать, вот эти, палетка контуринг и хайлайтер, в первом оттенке, говорят, это просто вообще супер. Ну, посмотрите, цена без скидки, то есть, это 36%, и, наверное, какая-то моя скидка тут тоже действует, но без скидки 1530. То есть, такой цены даже нет на официальном сайте Фокалюр. Просто. Но, я знаю, что Вэлл Борис, он очень хорошо проверяет сертификаты и никогда не допустит косметику, а Фокалюр это сертифицированный бренд, который можно, наверное, предоставить все сертификаты по продукции и производству. Ну, пока ассортимент как бы не весь, но я просто была, конечно же, в шоке увидеть его здесь вообще не ожидала, если честно. Так, девчонки, было в Ашане, посмотрите, какая новинка у Липтона, вышла такой чай. Это черный чай с ананасом и грефруктом, зеленый чай с цедрой, мандариной и апельсина и вот такой черный чай с ароматом ванили и карамелью. И там была еще четвертая версия просто зеленого чая, но я не стала брать, думаю, неинтересно. Вот такую краску я взяла. Сегодня, может быть, с вами покрасимся. Так, 8132 русый. Так, вот такая раскладка и буду красить вот кончики, которые обесцветила, которые не взяла предыдущий. Краска, бальзам, не знаю даже, как ее назвать, в общем, что-то плохое. Вот такая гарнир. В принципе, гарнир, если вот такие-то набрать, то я к ним нормально отношусь, а к осветленным краскам это вообще не есть хорошо. Такую лепешку взяла. Так, это у нас лепешка. Вот такая турецкая. Всегда беру в Ашане, то есть здесь с черным кунжутом 250 грамм. Классная. Взяла вернель, кокосовый, конечно же. Большая на него сейчас скидка. Это большая упаковка, так аккуратней. Кое-когда несла. Вот литр 820. Стоит 170 рублей. Очень выгодно, потому что мы знаем, что литр 99 рублей в фикс-прессе, а тут почти 2 литра, 170. И вот такой босс. Я читала на него отзывы, говорят, хороший, что без хлора, отбиливатель, пятновыводитель. Кто, девчонки, брал вот такой аист? Босс называется. Напишите мне, хороший пятновыводитель? Нет. Я для белого, конечно же, взяла. В общем, такая инструкция здесь у нас. 2,5 колпачка на 10 литров. Ну, не знаю, посмотрю. Вот так. И, конечно же, что на меня смотрело, это, конечно же, роза. Вот она, Флорибунда. Она так просила, Таня, купи меня, забери меня домой, посади меня. Вы не представляете, все зачахли, а вот эта одна прям так на меня смотрела, зелененькая. На них, девочки, сейчас скидка 159 рублей стоит роза, а так они 400 рублей. Так что, кто хочет, я так и не поняла, как они выглядят. Кустистые. И вот здесь вот написано, что вот невысокий прямостоячий куст до 60 сантиметров. Вот. И меняют окрас цветочки. То есть, при распускании окраска цветков желтая с ярко-алыми краями, далее малиновый окрас доминирует. Цветки имеют форму розеток 6-7 сантиметров. Цветение обильное, продолжительное. Первый сорт. Посажу. Вот такие розочки будут. Так что, запомните, какие они на картинке, потом будем с вами сопоставлять. Такие же они будут или нет. Эти цветочки мне нравятся. Такие симпатичные. Такие красивые. Они такие маленькие. Моя розочка вот замерзла. Я ее сегодня побелила. Посмотрим. Вся уляпалась. Это же я. Черемуха уже цветет. Вот такое красивое большое дерево у нас. Много-много черемухи. Цветочки еще не взошли. Вот они у тебя на глазки. Такие желтенькие. Красивые. Такая красивая девочка. Вот она тут такая красивая. Ну вот. Вот. Так, приехали на дачу. Нужно было привезти маме продукты. Мама на даче сидит. Так, сегодня у нас пасмурно. Нашла вот такую панамку. Не знаю, кто ее вязал и откуда она у нас на даче. В общем, сегодня солнышка нет. Сейчас буду белить малину, смородину, вишню и так далее. В общем, на сколько схватит по белке. Белилку купила в фикс-прайсе. Там девочки сейчас продаются. 55 рублей стоит. Сейчас вам покажу, какая белила. Она уже готовая. То есть ее можно в краскопульт. И сразу уже можно ей белить. Я считаю, что это супер. Вообще не надо разводить. Никакой. Вот у соседей. Видите, какой большой кедр? Такой красивый растет. Мне вообще нравится. Шишки у него уже есть. Постоянно падают к нам на огород. Птички разносят. Ну вообще классный кедр. Просто супер. Так, что у нас по огороду? Чеснок зашел. Так, вот стоит так красиво чеснок у нас. Там какие-то цветочки расцвели. Сейчас пойдем посмотрим. Так, вот такие какие-то. Мне такие не нравятся. Хотя они не фиолетовые, какие-то розовые. Такие цветочки, колокольчики. Так-то они симпатичные. Но какие-то они много места занимают. Никакой красоты от них нет. И вот уже тюльпанчики скоро будут расцветать. Хотела вам показать фронт работ. Значит, побелило все. Даже соседскую вишню побелило. Вот большая соседская вишня. Все равно побелило. Маленькой кисточкой. Так, это у нас облепиха. Давно у нас не было облепихи. Замерзала. Это смородина. Так, это все у нас смородина. Это кружевник вот. Дальше кружевник. Так, вот кедр классный какой соседский. Какой большой. И здесь вот шишечки завязываются, видно. Вот такая красотень. Вообще красота. Так, это я все побелила. Вот это белая смородина. Обожаю белую смородину. Сейчас пойду покажу вам малину и вишню, как побелило. Так, пересадили вишню маленькую. Вот от этой большой. Сделали больше. Ой, меньше точнее посадили. Еще меньше. Еще меньше. И совсем маленький посадили, чтобы был ряд вот так вишен. Вдоль малины. Вот, все побелило. Эту вишенку побелило. Эту вишенку побелило. Все, кисточка побелила. Сейчас посмотрю, где подсохнет. И еще буду добеливать. Вот еще одна вишенка у нас. И вот еще одна вишенка. Так, здесь у нас малина. Здесь у нас уже посадили редиску. Должна, по крайней мере, сходить. Да? Да, только полить. Да, брат говорит, надо полить сначала, чтобы взошла. Вот, естественно. Так, это у нас виноград. Что-то он в этом году замерз. Не знаю. И вот яблонька. И еще одна яблонька. Побелило три раза. Все равно муравьи ходят тут по ней. Ползают. Хорошая белила. И сейчас вам покажу белилу. Как раз и с фикс прайсом. Так, вот. Смотрите, какая побелка. Альмира. Для садов. Деревь нетоксичная. Быстро сохнет. Готово к применению. Полтора килограмма. Вода дисперсная. Вот. 55 рублей. Готовая вся штука. Считай, мне одной банки хватило на всю малину. И потом на смородину я уже открывал другую. Немножечко тоже ушло. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова